Всем привет, друзья! Ставка 40 тысяч рублей в матче четверга. Это первое из двух видео. Здесь несколько матчей Лиги Европы и Кубок России. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Часть ставок будут у меня здесь в YouTube, остальные будут у меня в Telegram. В телеге у меня только бесплатные ставки. Всем рекомендую. Также у нас есть замечательный чат, где более 1300 участников. Переходите, ссылку найдете в описании. Итак, давайте начнем с Кубка России. Крылья Советов играет против Динамо. Конечно, крылышки на уровне ФНЛ. Здорово смотрится. У них 9 побед подряд. Но Динамо это команда другого уровня в РПЛ. Причем Динамо мне сейчас нравится чуть ли не больше всех. Среди других команд Российской премьер-лиги очень здорово Динамо смотрится. 4-0 они разгромили Уфу. 2-3 переиграли Краснодар. 1-2 уступили, правда, Спартаку. Но тот же Спартак, кстати, в прошлом раунде Кубка России 2-0 прошли. Также на выезде Ахмат 1-2 переиграли, который тоже сейчас хорош. Крылья Советов в прошлом раунде прошли Химки 0-4. Но в том поединке Химки в самом начале матча получили красную карточку. Отсюда такой результат. И, конечно, крылышки все равно хороши. Зиняковский, Сергеев это футболисты, которые могут и в топ-клубах РПЛ играть. Но, на мой взгляд, среди оставшихся команд именно Динамо являются сильнее остальных. Поэтому они должны являться фаоритами и в этом гостевом поединке. Однако, крылышки дома, я думаю, забьют. Несколько ставок у меня. Первая Фора 2-0, квитс. 1-73, 3 тысячи рублей я ставлю. Вторая ставка обе забьют, квитс. 1-99, 2 тысячи 600 рублей я ставлю. Еще угловые Динамо я решил разобрать. Все-таки, на мой взгляд, гости в этом матче будут больше доминировать. Они сильнее. Динамоцы в матче против Уфу 2 угловых заработали. Но в гостевом матче против Краснодара целых 8. Со Спартаковым в матче чемпионата 4. Матч Кубка в прошлом раунде 5. Против Тамбова тоже 8 угловых. Динамоцы заработали. Так что, беру угловые. Не дуалит от Динамо более 4,5. Коцент 1,64. 3 тысячи рублей я ставлю. Арсенал Тула играет против ЦСХ. Команды друг против друга недавно играли. И Тульский Арсенал абсолютно по делу. Обыграл Армейцев со счетом 2-1. Правда, в последних двух матчах Тулики не лучшим образом выглядят. Проиграли 2-0 Уралу и Ахмату. Тула матч против Уралу в начале пенальти Пантелеев не забил. Но в целом все равно Арсеналу ту матчу мне не сильно понравился. В прошлом раунде Тульский клуб совершил сенсацию. Прошел Зенит на выезде, переграв Питерсов 1-2. Что касается ЦСКА, то очень уверенный матч против Тамбова. Слабый Тамбов забил ворота ЦСКА, пускай с пенальти. Но и ЦСКА оба свои голы с пенальти смог забить. Причем там пенальти на ровном месте. За игру рукой не было опасно каких-то ситуаций. ЦСКА в итоге победил 1-2, но с игры так ни одного гола не смог забить. До этого абсолютно заслуженно. 2-3 уступили Зениту. 2-0 проиграли Локомотиву. И в этом сезоне команду уже дважды чемпионате играли. В обоих матчах обе забьют. Ставка проходила. Мне кажется, что и здесь команды вполне могут обменяться голами. ЦСКА не очень здорово играет в обороне в последнее время. Но забить ворот Тульского Арсенала должен. Обе забьют. Коэффициент 2-11. 2,5 тысячи рублей ставлю. И Лига Европы. Арсенал играет против Слави. И у тех и других немало потерь. У Арсенала точно не сыграют Давид Луис и Тирни. Особенно потеря Тирни. Это очень серьезная для канониров. Также под большим вопросом Джака Сакая Смитрова. Тоже очень важный футболист для Арсенала в последнее время. Но у Слави проблем не меньше. Два основных центральных защитника. Кудела и Дели пропустят поединок. Под вопросом основной вратарь Колорыш. Который в прошлый матч против Рейнджерса получил очень серьезную травму головы. И еще ряд других футболистов у Слави будут отсутствовать. Так что у них дела еще хуже. Особенно учитывая то, что скамейка у Арсенала по крайней мере посильнее хотя бы. Арсенал по прошлому туре 0-3 уступил Ливерпулю. Безобразно играли. Ни одного паза момента за всю игру. Ужасный матч. В ВПЛ Арсенал как-то не лучшим образом в последнее время смотрится. Весхому тоже 0-3 горели. Но смогли сравнять счет 3-3. В общем канониры сделали ставку на Лигу Европы. И в этом матче я думаю, что мы увидим немного другой Арсенал. В прошлом раунде они прошли Олимпиакос. В первом матче 1-3 на выезде победили. Дома 0-1 уступили. Но этот счет их, во-первых, устроил. Во-вторых, в том матче Арсенал очень много моментов не реализовал. А до этого прошли Бенфик. 1-1 в первом матче. Это едва победили в ответном. В 6-7 игр у канонировых тотал меньше 4-5 проходит. Но в 13 матч подряд Арсенал пропускает. Славя очень здорово смотрелась в Лиге Европы в прошлых поединках. В прошлом раунде Рейнджерс они прошли. В первом матче сыграли 1-1. На выезде 0-2 заслуженно победили и Лестер. Другой клуб из АПЛ они смогли пройти 0-0 в первом домашнем матче. 0-2 на выезде переиграли Лис. Но Лестер, надо признать, тогда вообще безобразно смотрелся. Поэтому Славя, в общем-то, заслуженно прошла и Рейнджерс, и Лестер. Но все равно Арсенал, мне кажется, является фаворитом. Команда более высокого уровня. Плюс центр обороны Слави сейчас будет проблемное место с учетом этих потерь. Так что думаю, что Арсенал дома, конечно, победит. Но, вероятно, пропустит. Две ставки у меня. Первая, P1 плюс Total меньше 4-5, коэффициент 1.89, 2900 рублей оставлю. Вторая, обе забьют, коэффициент 1.97, 2800 рублей оставлю. А еще я решил рассмотреть долгосрочные ставки. Поставил на то, что Арсенал пройдет в финал Лиги Европы. За коэффициент 2.10 ставлю 2800 рублей. Уровень команд все-таки разнится. Арсенал должен проходить Слави по итогам двух матчей. А в следующем раунде, вероятно, сыграет против Валериала. Мне кажется, тоже довольно-таки удачное жребие для Арсенала. Учитывая то, что в другой части сетки есть и МЮ, и Аякс. Поэтому для Арсенала вся дорога в финал. Плюс для двойника я беру то, что Арсенал забьет во втором тайме за коэффициент 1.44. Канонир почти всегда во вторых таймах забивает, прибавляет. Тем более, что это Лига Европы. Первый тайм, может быть, действительно будет более низовой. Но во втором тайме на Эмирес Арсенал обязательно ворота Слави должен забить. И матч Гранада и МЮ. Здесь, конечно, МЮ влияет с фаворитом. Даже в первом выездном матче у Гранады все еще тромированы Сорос, Уарос, Фульке. Три поражения подряд у них. 0-3 Вильяреал уступили, 2-1 Валенсии и в ответ на матч Мольди. Но при этом 8 матчей подряд Тотал меньше 3-5 у Гранады проходит. Ну и Тотал больше 2-5, кстати, тоже очень часто залетает. Но мне кажется, что этот поединок будет довольно-таки низовым. Потому что у МЮ в 7 из 9 игр Тотал меньше 2-5 проходит. Они переиграли 2-1 Брайтон не без труда. Минувшем туре вылетели от Лестера в Кубке 3-1, уступив. Это был единственный матч из последних 9, где Тотал больше 3-5 пробился. В прошлом раунде прошли Милан, неуверенно играли в первом матче, да и во втором на самом деле тоже. 1-1 Дому, 0-1 на выезде, тоже низовые поединки. И до этого соседат другую испанскую команду, 0-4 на выезде и 0-0 в ответном домашнем матче. В общем, разница в классе довольно-таки серьезная. У МЮ лишь одно поражение в последних 16 матчах. Так что думаю, что МЮ не проиграет, но голу забито не будет. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки в Телеграме. Вас ждут дополнительные бесплатные прогнозы по ссылкам в описании. Успехов вам! Увидимся в следующих видео.